Лекция у нас сегодня организована в рамках нашей программы. Программа называется «Профессиональные переподготовки в области транспорта и логистики». Эта программа реализуется в рамках международного проекта, который называется «Развитие профессиональных компетенций в области транспорта и логистики». И сегодня я вижу наших слушателей, которые здесь у нас проходят обучение, студентов, преподавателей, представителей компании. Добро пожаловать! И не буду долго говорить вступительных слов. Разрешите мне представить нашего уважаемого гостя. Это координатор проекта Европейского Союза «Северный морской коридор» Владимир Галактионович Харлов. Я думаю, более подробно о себе он расскажет спустя минутку. Я хотел бы начать нашу встречу с показа фильма, чтобы немножко было понятнее, чем же занимается «Северный морской коридор», и куда мы плывем, и какие наши основные задачи и перспективы. Пожалуйста, мы прервем фильм, если я его почту слишком долгим, потому что у нас сегодня только час времени. Северный морской коридор. Правда, но либо это… Северный морской коридор. Северный морской коридорjon. Уважаемкие. Пришло с тем, что это было… Продолжение следует... 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 Наши вопросы почти все решаются на национальном уровне. Ваш покорный суд, поэтому и много проводит в Москве, 4 профильных министерства транспорта, экономического развития. Транспорта, понятно, экономического развития, потому что мы очень заинтересованы в развитии так называемых особых экономических зон. Затем Министерство энергетики, транспортировка углеводородного сырья, ведомство Шматкома всегда интересовались им. И Трутнев, это Министерство природных ресурсов, какие запасы, что транспортировать, какие будут объемы транспортировки нефтегазового сырья. Безусловно, это было всегда интересно. Теперь вот те регионы, кто с нами участвует. Северный морской коридор является недостающим звеном между морскими магистралями Европы и северно-морским путем. Предвижу подражения. Мы их принимаем, мы их обсуждаем. Я помню, мы обсуждали это недавние статусы Криво Малерским за Министерством Министерства транспорта. Виктор Александрович считает, что мы много на себя берем. И вообще, откровенно говоря, даже не в этом дело. Многие даже северный морской путь, как термин, сам трактуют по-разному. Ну, в соответствии с Конвенцией Организации Министерства транспорта 1982 года, это всего лишь экватория, покрытая льдом больше шести месяцев. Вот это, в принципе, то, что считает порой Министерство транспорта, считая здесь пока рано что-либо обсуждать более дально. Мы действительно встречаемся с руководителями транспорта Российской Федерации. Ему благодарны Александру Александровичу Давиденко за встречу с нами на конференцию, где принимал Игорь Евгеньевич Левитин и тогдашний вице-премьер, это был 10-й год, Семей Иванова. Теперь немножко о северноморском пути. Знаете, иногда все-таки кажется, что российская сторона, провоклашая стратегические интересы Бартики, поступает, конечно, правильно, я говорю, как гражданин России, но иногда мне кажется, что ведь и северный морской путь на сегодня далеко не столь привлекательен, как многие думают. Вот мой дядька в свое время был капитаном судна Куло, и он говорил, северный морской путь мы называли большой русской рулеткой. 1988 год. Мы могли запросто проскочить до Японии по северной трассе северноморского пути, когда выходили направо. Марики всегда говорили, если выходишь из Архангельска, направо, это в Сибирь, налево. Ну, конечно, визированные рейсы при Советском Союзе лучше оплачивались, там были эти чеки, воды. Кто забыл, я уже просто говорил, эти времена мы помним, потому что я тоже помню Советский Союз. А обратно нам снова приходилось идти трассой вот этой длинной Суэцкого канала и намного более прорубленной. Вот краткие рассуждения, главные вопросы западного сообщества по поводу перспективности северного морского пути. Важные вопросы. Ну, давайте вместе поупражняемся в английском языке. Затравли. Будут ли они действительно меньше? Дайте я ему вопрос. Действительно, упростите, посеяли режим мореплавания коммерческого по северному морскому пути. Скажите, а кто-нибудь вот здесь в зале сидящего, когда-нибудь, вряд ли, да, проходил по трассе с северного морского пути в качестве моряка, ботсмана, персонала? Никогда. Ну, вот этот вопрос, он кажется странным. А что здесь имеет в виду западное сообщество? Говорят, а сможем ли мы получить разрешение пройти по трассе северного морского пути? Давайте по-другому вопрос. Мы с вами коммерческое мореплавание, и мы с вами должны отправиться, скажем, условно, из города, порта, скажем, Архангельска до Китая. По трассе северного морского пути. Какие самые главные разрешения, каких органов мы должны на ваш гад получить? Кстати, один представитель должен был сегодня руководитель таможенной службы, Константин, а я не помню его отчество, Козлов, прийти сюда, но вот мы на приеме сейчас в главы региона, мы смог составить компанию, начальник таможенной службы Архангельской области, Козлов, он не подошел. Итак, таможенная составляющая, и вторая? Погранизм. Погранцы, уважительно, да. Погранцы, мы, Гома иногда говорили, они не обижались, они знали, но они говорили, я, Экс, тоже законодатель, федеральный уровень, мы говорили, они пользуемся, мы пользуемся теми законами, которые нам даются. И поэтому нас называют погранцы, та-та-ты. Вот, кто мужчины знает, кто знает. Теперь, смотрите, ледокольная составляющая. Соединенные Штаты и Канада на возмездной основе осуществляют проводку своих транспортов в районе Северного морского пути, который принадлежит к юридикции Соединенных Штатов и Канады. Что это означает? Бесплатно, бесплатно. Конечно, так не бывает. Я относительно недавно был в Канаде, сейчас 35 миллиардов они выделили на долларов. Канадский он эквивалент сейчас к доллару, к американскому, на развитие ледокольного флота. Сумма приличная, да. Но у нас же это предмет очень жесткой дискуссии. Вы знаете, мы рады, что на всех встречах на национальном уровне открыто сейчас ведется дискуссия Норильских НИПЕЛЕР, самых крупнейших операторов Северного морского пути, Конака, Филипс, Лукойл, они вместе работают, да, на территории Ленинского автономного округа, компании Роснефт, они прямо ставят вопрос атома флота у РУКШа, который всегда у нас присутствует в нашей встрече. Но когда же вы перестанете играть тарифами? На что господин РУКШа часто объясняет? Вы же должны понять, мои ледоколы работают только 3 месяца, 4 навигационный период, а им же надо 8 месяцев кормить свои семьи, кормить своих родственников, и где-то находиться всю свою день. То есть, видите, предмет серьезного разговора. Вот почему Заводная сообщество об этом спрашивает. Теперь, ну, будет ли ледокольный флот обновлен? Знаете, здесь, да я же вместе думаю, что написать надо бы по-трубкам. Как вы понимаете, северный морской путь, привлекательность его связана в связи с чем? Ну вот, как вы думаете, почему, вот я повторюсь вас сейчас на вопрос, на вопрос, почему северный морской путь стал чрезвычайно привлекательнее даже не тем странам? Кстати, здесь как Дания мы обычно работаем, потому что они являются здесь операторами. Дания, Канада, Соединенные Штаты, Российская Федерация и Норвегия. Почему ледокольный флот не только обновлен, а требуется строительство нового поколения ледокольного флота? Мы этим вопросом не занимались, в силу известных причин в 90-х годах развития, как у нас проходило, да и в 2000-х годах, прямо скажем, до ледокольного флота руки так и не дошли, несмотря на тучные нефтегазовые годы. Это должны быть ледоколы другого поколения, их параметры должны быть другими, поскольку танкеры для транспортировки углеводородного сырья тоже совсем значительно шире по своим размерам. Ну а все остальное, страховка, инфраструктура, все остальное я оставлю здесь, потому что эта тема бесконечная. Я, кстати, позаимствовал эту презентацию из выступления нашего хорошего партнера, джюдиш-компании «Джюдиш-шимпинг», которая первая из западных компаний совершает регулярные рейсы по трассе Северного морского пути под иностранным флагом, начиная с 2010 года. Вот, вы видите, как они идут, здесь что они о себе говорят, вот, что сделали, я на мой взгляд, наобежцы. Вот, вы знаете, мы халва, может, сколько угодно говорим, а славка не будет. Для того, чтобы начать регулярные коммерческие рейсы по трассе Северного морского пути, нужны грузы, конечно, нужны грузы. И поэтому в Киргенесе, в небольшом Киргенесе, нашлись австралийские инвесторы, китайские покупатели, норвежский оператор, который начал регулярное мореплавание по трассе Северного морского пути до Китая. Вот, это историческая информация об этом. И я хочу сказать, что они вводят рудовозы, 70 тысяч, рейсы, агентарные, понятно, все, ее не блокно, но вот эта разрешительная система. Всякий раз, не удивляйтесь, на уровне премьер-министра нынешнего и будущего президента, уж не знаю, поменяется честь медведя, который будет подписывать специальное разрешение для прохождения по трассе транзит Северного морского пути. Это, конечно, должно быть прекращено, это должно все иметь цивилизованные нормы, предсказуемые ситуации. Надо сказать, положительных явлений здесь много. Вот на Министерство транспорта мы слышали сейчас регулярную информацию о том, что закуплены новые холоты, что теперь Министерство транспорта серьезно взялось за обустройство Северного морского пути, но эти все вещи требуют очень длительного периода инвестиций и, конечно, быстро все так меньше. Ну вот это все рудовозы. Теперь еще один наш успех, я считаю, компания «Аэмскит». В фильме звучало «Пожелание», мы его выполнили позже, фильм 2009 года. Мы выполнили это пожелание, компания «Аэмскит» начала регулярные линии между голландскими портами «Алсен», «Гримзиад» и «Дин», далее рядом на вмешательных портах, далее «Китинес» и вот Российская Федерация «Мурманск». Мы полагали, мы полагали заканчивать эту линию в архабренности. Увы, здесь снова вопрос, уважаемая аудитория. Бизнес, как бы ни привлекательные были пробные шары, они, в общем-то, интересны даже журналистам, наверное, доложить, политиков, ленточку перерезать. А бизнес чем руководствуется, когда пробные лейсы хотели бы мы завершить в Архангельске? Все-таки рентабельность никто не отменял, и никогда. Так вот, Архангельск остается, я не видел другой оценки, самым дорогим портом мира. А отсюда привлекательность его для захождения вот этими пробными лейсами, а потом сделать рентабельно регулярно, остается проблематичным. Почему это? Кто-нибудь занимался вообще этим вопросом? Архангельский морской порт, почему действительно это очень дорогой порт, говорят, самый дорогой порт мира? Здесь, кстати, объяснение. Много раз мы слышали, во-первых, канальный сбор, тэнгно-глубительные работы не сделаны, вот, есть, да, портовые сборы. Министерство транспорта мы пытались объяснить. Нам сказали, давайте вот сначала грузы, когда грузы пойдут, тогда мы, что называется, тарифами ударим и поможем Архангельскому морскому порту. Вообще, здесь и другая составляющая. Кто-то небольшой умный человек продавал частями пакеты акций Архангельского морского порта. Я думаю, на риске Никель бы радовался подобному развитию ситуации, обладая контрольником. Конечно, получается, что федеральные деньги работали бы на частную компанию. 20% пакет акций, который остался непроданным, неинтересен западному инвестору по понятным причинам. Когда ты заплатишь за пакет акций, не имея права на принятие, на участие в принятии решений, подобная вещь не проходит. А я лишь только скажу, что в Мурманске Аймский работает успешно. Не все было гладко. Я, видите, все равно нажимаю опять не только там на оптимизм. В фильме вот так все хорошо. Аймский попал. 170 тысяч тонн трески были арестованы. Мы очень активно занимались этим вопросом. Спасибо начальнику Мурманской таможни ОПРА. Оброшлись в малой крови. Вот еще одна встреча, где мы обсуждаем в Петербурге на северном, на базе первого контейнерного терминала панкарты Евросоюза. Мы провели коровальные переговоры, я не буду скрывать. Вот бельгийские наши партнеры, вот наши норбежские партнеры, голландские партнеры. Это, кстати, северо-западная таможня. Алексей Владимирович сам очень профессиональный человек. Это Балтийская, это еще северо-западное таможенное управление. В чем мы провалились? Вы знаете, не всегда виновата российская сторона или западная сторона. Мы пытались внедрить новую немецкую систему безопасного прохождения контейнера. Считывающие устройства. В Европе это работает, в Евросоюзе это работает. У нас разные частоты, у нас разные температуры и у нас разная бизнес-культура предпринимательная. Не может, по мнению таможенных властей Российской Федерации, таможня принимать на веру вот эти таможенные документы от предпринимателей. Ну вот, скажем, северное морское пароходство считает, что это невозможно. И экспортная декларация недостаточна для подтверждения достоверности того, что есть в Кадыне. Ну вот, так как есть, так есть. Пока грузы ушли в балтийские страны, там все-таки Евросоюз, меньше бюрократии, меньше коррупции, меньше волокиты. Электронное декларирование работает хорошо, здесь ведь нет мелочей. Бизнес пуглив как заяц, он немедленно уйдет туда, где издержки меньше. Тем более и рецессия, как мы говорим здесь, кризис, он тоже есть. И только сейчас ставки фрактов постепенно начинают выходить на кризисный период. Итак, несколько выводов. Мы хотим сказать, что условия работы в Мурманске и в Архангельске примерно одинаковые. Здесь я ссылаюсь, кстати, на доклад, который мы заказали датчанам, который выдали нам 100-страничный труд по поводу сравнения Мурманска и Архангельска. А я имею в виду Мурманского и транспортного блока. Итак, они сопоставимы. Далее, Архангельская инфраструктура немедленно требует улучшения. Ну, а по поводу Мурманска, здесь лучшая поддержка и Мурманске. Главный вывод внизу. Не там, не там хаб, транспортный узел, это совокупность морского, речного, железнодорожного, авиадорожного транспорта не существует. Межведомственные преграды, особенно местный Шиленко, с Титовым, сейчас новый человек, я его еще не видел, он ходит для порта, а не бесконечно. И это тенденция федеральная. Это Мурманск, на Риммане нет никаких дорог, как вы знаете, железных. Это везде межведомственное расхождение. Конечно, мы благодарим полпредства северо-западным, на котором мы часто принимаем участие в навстречах. И они откровенно говорят о десятках тысяч поврежденных вагонов, которые допустили, в частности, неумными погрузочно-разгрузочными, некорректными судами различных параграфов. То есть, работы непочатый край. Но, но, когда знаешь диагноз, значит, можно искать и лечение. Теперь, конкретные вещи, которые нам удалось достигнуть, или, по крайней мере, мы близки к ним. Мы этим годом собираемся запустить скоростное судно между Киркенесом, это север Норвегии. А кто поднимет руку был на севере Норвегии? Были. Вы. Вы. Ваше. Трички. Я думал, а то я почему-то думал, вот, да я не удивляюсь, пять человек. Мурманское и то бывает, спрашиваешь, пять, десять процентов. Итак, север Норвегии и север, север России, вот, иди сюда. Но ведь никто не отменял конкуренцию. Мы сейчас смотрим туристический поток четыре месяца, а потом куда девать это судно в оставшееся время. Мурманское правительство и губернатор Дмитриенко просили бы северно-морской коридор выделить судно в каботажное плавание в оставшиеся восемь месяцев. Но если есть профессионалы, вот, они видят, это судно явно не для этого. У этого судна нет возможности погрузить машины. Туристы, конечно, как правило, любят путешествовать с машинами. Вот, тоже, как говорят, среда. Вы видите, это все требует раздумий. Хотя, хотя, наш сосед, социалистическое королевство Норвегии, как мы шутя иногда говорим, знаете, какие цифры? Я вам им дам. 110 круизных линий десятый год. Круизных лайнеров было в прошлом году на Нордкапе и Киркенесе. Это почти полмиллиона туристов. Российская Федерация. Давайте возьмем Архангельск. Угадайте, сколько было в десятом году заходов круизных лайнеров здесь, в Архангельск? Молодцы. Почти угадали. Не было ни одного. В прошлом году ситуация была лучше. Ну, Беломор Транс операторов работает. Мы с ними, с очень хороших отношений. А в прошлом году пять круизных. Ну, они заходили, конечно, 820 человек туристов на каждом. То есть, где-то 4,5 тысячи туристов было в прошлом году. Все-таки с нолем цифра гораздо более привлекательная. Почему? Интересен ли Архангельск? Докладываем. Очень интересно. Соловки интересны. Малая Карелая интересны. Еще интереснее. Новая земля. Арктический туризм. В прошлом году меня пригласили участвовать. Правительство и бывший губернатор Михальчук проводили этот форум. Вот, все было хорошо. Но мы в один голос вот собрались с коллегами. Ну, я составляющую морского круиза, конечно, мы сказали. Нет, пока морской речной от вас совсем рядом. Нет там новую литрику работ. Там это здание непонятно во что превратили. Там то ли коммерческий центр, то ли что-то еще. Там надо отдельно создавать паспорт, таможенную службу. Специальное нужно разрешение федерального ведомства по устройству границы, об устройстве границы. там прорва работает. И, конечно, транспорт. Водители на английском языке нужно все сделать так, чтобы привлекали туристов, круизных туристов, в данном случае северный морской коридор, чтобы они сюда приезжали. Поверьте мне, мне приходилось неоднократно встречать людей, вот наших коллег, после встречи на экономии едешь на автобусе. Кто-нибудь ехал вот когда-нибудь на автобусе с экономии? Видите, а это же смотрят по сторонам. Мы с вами и потемкин тут не сделаем, или там не начнем плакатами закрыть там пен. Не закрыть. Это все не в нашу пользу. Если бы круизный лайнер мог бы пройти до Мальчисковичного вокзала, и, соответственно, сразу бы оказались вот здесь бы туристы. Я вам говорю о очень простых вещах, потому что они важные, они позволяют создавать сотни и тысячи, ну, база не тысячи, сотни рабочих мест, где требуется квалификациям, где Архангельскому не могу здорово быть. И да, чего-то у меня дальше не пошло. А, не то нашел. Ну вот, мы не оберяем внимания и нынешняя власть. Вот вам, пожалуйста, обезда, он не министр, он всего лишь директор депутат губернии Финнмарк, забыл его имя, договор, северно-морской коридор ведет региональные договоры, я докладывал вам, вот, круизная линия Архангельс-Санкт-Петербург была в наших планах. И тут Булгария. Абсолютно такого же типа судна мы хотели на долевом участии покупать с Архангельско-областным правительством, но Булгария развеяла все наши мечты. Потом, знаете, мы посчитали, посчитали, вот, тогдашний генеральный директор, вот, буквально прошло полгода, меняется очень много людей, оказалось, что параметр судна не совсем соответствует для прохождения по Беломорканалу, хотя экономика неплохая, много возникало вопросов и других, организационных в частности. Ну, по крайней мере, в виде направления, практически в шаге от создания с Орловым, опять-таки мы разговаривали с рабочей группой, которая бы координировала грузопотоки северных портов Европы и Архангельской области. Но координировать можно сколько угодно. Нужны новые промышленные инициативы, нужно производство, нужны объемы, которых, ну, вот, убей, не вижу, когда мне говорят и о Белкомурии, и о глубоководных портах. Надо сказать, что администрация области с нами и в Лондоне выступала, и о Горгине. Знаете, что англичане задали вопрос? Они говорят, ну, вот вы строите, хотите новый порт. Во-первых, у вас циферки то 3,2 миллиарда долларов, то уже 5, то опять 3,8, а у вас свой порт закружен на 30% экономии. Какой новый порт вы хотите строить? Вы знаете, так никакой ответ мы не получили. Ну, это не моя задача была получать такие отбедки. Вот. Вот наш родной, вот тот морской речной вокзал, о котором я вам говорю. Ну что, читайте все сами. Есть основное концептуальное мнение, что северный морской коридор является недостающим динам между морскими магистралями группы и северным морским путем. Понятна, теория, идея проекта тоже понятна. А вот сейчас мы думаем о создании логистических транспортных узлов. Первое в Киркенесе, второе в Мурманске, третье в Архангельске. Не скрою, в Мурманске мы активнее, успешнее, мы быстрее работаем с региональной властью. Дмитриенко, бывший заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, он лучше понимает проблему, но уж и совсем не надо отрицать глубоководный порт, незамесающий к нефтегазовщим месторождению Арктики. Но это не повод для раздравия. Это повод создания, если мы так будем думать, мы создадим только ненужную региональную конкуренцию. Мы должны в этом смысле мыслить национальными мерками. Россия, Норвегия, Великобритания в данный момент, ну и если трасса Северного морского пути, то это Канада, Соединенные Штаты и Дании. По-другому мы не можем мыслить. Мы обязаны с Мурманском, и сейчас мы это активно делаем, координировать все наши совместные программы. Почему эти транспортные узлы? Там есть и Наринмар. Ну, в надежке я скажу, Наринмар, Наринмар 30 тысяч в прошлый год был за поток, небольшой порт, но в перспективе этот порт, если там глубительные работы сделать, если там много чего сделать в плане транспорта, он может быть вспомогателем по снабженческим портам гоневки газовой промышленности, его все-таки привлекательность в близости к несорождению арктического шельфа. Вот кратко здесь почему мы читайте пожалуйста, мы считаем, что Киркинез, Мурманс и Архангельс могут стать хорошей оправной точкой для высококлассных четырех транспортных логистических углов. Северное измерение нужны деньги, немалые деньги, это огромные деньги, и здесь через северное измерение Кул Арктик на прошлой неделе я вам говорил, докладывал вы слышали информацию, это наша работа тоже по Талагам аэропорт, серединное здание будет построено другим, там еще 100 миллионов есть евро, которые на инфраструктурное развитие выделены, конечно, северо-западной федеральной группой. В данном случае Мурманс и Архангельс мы говорим. Затем, здесь это механизм, мы думаю, сейчас не будем удаляться в детали, совершенно не нужно, вот встреча губернатора Тома Фетта и губернатора Игоря Федорова, я думаю, все равно мы на правильном пути, когда регионалы встречаются, когда они обсуждают перспективы совместного сотрудничества в области транспортной инфраструктуры. здесь, я думаю, у северного морского коридора большое будущее. Итак, спасибо, спасибо, я закончу свое выступление. Спасибо. Значит, так вот, учитывая, что вроде бы 28 марта должно состояться подписание так называемого окончательного неспрешения, да, по Штокману, вот, вот в вашем проекте северного морского коридора европейском, как-то учитывать реализацию первой фазы проекта Штокмана и возможной перспективы КБО. Медведь писал, а что учитывать того, что, не надо учитывать, мы видим 20-й год минимум, как разработка Штокмана, минимум, можно придумывать. Я вам объясню, американский рынок, я только что из Канады, мы смотрели с канадскими коллегами, сланцевый газ, посмотрите там, что происходит на время сланцевого газа, это раз, потом, господа энергетики, есть здесь технологи? Сколько там Штокмана от побережья у нас? 200 километров сколько. Ну, и что мы скажем там по поводу этого? Там вертолёта обязательно не хватит, там надо дозаправочка, мы даже не знаем, как это решить, энергетическое обеспечение. Не знаем, как решили. Проект не есть. Потом, а кто отменял европейскую лицессию? тоже сейчас. Да, там французы, там норвежцы, там Газпром, вот. То есть, я, вера, правда, извиняюсь, что мы это не учитываем, мы действительно учитываем это в своей работе, там, попировка, углеводородно-сырьеварно-составляющая. Но это, в данном случае, что к нему? Нечем обсуждать. Это желаемое, действительное. Действительное это через... Так, а прирозгонное тогда? Прирозгонное типичный пример, как не надо было действовать. Помните, да, Хатман, мы были там, спасибо, Калистратову, у нас приглашал. Кстати, вот это тоже работа. Мы, когда собираемся, трудно через ФСБ пробиваться, особенно такие вот конторы, как Севмаш, и там они сами жалуются, нужно разделять, гражданское и военное судостроение еще было позавчера, уж я не говорю, вчера, эти 25 тысяч работающих, попробуй, всем дай заказы. Там никто не отменял военный заказ, но ведь и мы-то гражданское судостроение, мы поэтому, нам интересно это. Поэтому, здесь, по-принразному, сколько ее, помните, с вами, как она, 8, вот, прошли пик цены, но сейчас уж опять, ну, опять цены, вешать, но я бы хотел сказать, пик, ну, ее сделали, во-первых, как она изначально, старая платформа, она изначально попала в руки, ну, представь, у них не было большого, почему с индийским заказом, потому что война и расунились, да? Ну, не строили они, Николай их строил, при Советском Союзе все, так и, при разгонной все эти платформы, они учились строить на ходу, поэтому и сроки оказались такими вот большими, и, конечно, потеряно было много средств, конечно, многому научились, поэтому при разгонной, на мой взгляд, нужно было сделать по-другому, наверное, наших специалистов нужно было отправить на Запад, как Петр в свое время делал, научиться там, и это было бы намного дешевле, в результате. А так при разгонной, на мелких водах, впервые, вот эта платформа, она работает, я не знаю, в каком состоянии, вот все это, а вот когда я приехал, и мой хороший друг попал вот в эту Кольскую, я смотрел на него, уж в тюрьме он сейчас или нет, вот в бывшей департаменте, работает Газпрома, это показывает тоже пример, как не надо быть, ее же и в первую комнату транспортировали с элементами русской рулеты, так и это, только там проскочило, а тут мы проскочили с Кольской, то есть, мы с вами, русские люди, должны учиться на, желательно на чужих ошибках, но это теория, просто на своих ошибках учиться. Итак, по Штокману, он отложен, надолго, по приразломным, вот такой ответ, пожалуйста, какие еще вопросы, что вы считаете, еще вы можете додать, какой вопрос вам интересен. Все же, как вы считаете, вектор направления в деятельности, вот направленную в Арктику, в нашем университете, где вы видите направление наших ученых, преподавателей, будущих студентов, которые выпускниками станут и пойдут в этом направлении. Вот тоже, ваше видение составленное. Я внимательно смотрю за регионом, и я не вижу ни одной, более или менее, значимой промышленной стройки за последние много-много лет. Вот сейчас, горнообогатительный комбинат, по Алмазу, я так не понял, правда, севера за субботу, посмотрите, 1400 местных, где этот комбинат был, не думаю, вот здесь. Вот вопросы остаются, из чего, что мы с вами будем возить, где грузы, белкамур, подо что все делается, глубоководный порт. У меня пока впечатление таких вот, знаете, бюрократических игр, чиновничьих, таких пожеланий, и обязательно они все заканчиваются в 30-м году. Вы понимаете? 30-й, 40-й, вот звучит. Там либо и шаг, либо уже кого-то не будет. Может быть, северный мостской коридор, Баложару, Кунася, мы обсуждали архамент. Знаете, там упирается Министерство обороны. Нефтеналивной порт Северодвинска был бы идеальным, и инвесторы есть. Ну, вот в Абергинии, тут же рядом военные объекты, тут же рядом гражданская отрасль. Никаких вопросов. У меня полное ощущение, что здесь десятки тысяч людей заинтересованы поносить форму, поупражняться в безопасности. Это хороший духовный промысел. Неспроста я среди молодых людей. Я уж ваш камень, огород брошу, не ваш конфет, но скажу, чиновникам-то ох, как хорошо бы быть. Ммм, попасть бы на деньгу, на кредиты, сидеть, откушать, чайку выпить и домой уйти. В 9 прийти, а в 6 уйти. Бизнесом мы никогда не работали. Никогда. Потому что там не знаешь, откуда их улететь в родной России. Либо от таможни, либо от налогов, либо погранцы, либо права игры, либо, ну, ну, чего там говорить-то. Все бывает в этом деле. Это уж точно. вы не отвечаете. Наши направления университетов в сторону Африки. Вы его видите. Вы знаете, вот САФУ, я давал справку одному человеку, который тоже задал мне этот вопрос в свое время. САФУ, для чего он создан? Создан, я так понимаю, как первое. как кузница Катов для регионального правительства. Это правильно. Мунайкл. Да. Ну и с вашим ректором мы и встречались все время. Больше до этого как вице-губернатором, чем следовательным, чем ректором. Вот я четыре раза наверное в рамках СМК в Северном Остове встречался с вице-губернатором Кудышевой. Ну вот сейчас она новая миссия. Ну а остальное уж, так сказать, господам беднее. Такие деньги выделены. Но только у Троцкого есть знаменитое вооружение. Из рыбацких полок не всегда корабль получится. Давайте посмотрим, что из этого выделили. Посмотрим. Посмотрим. Ну это не я, это Троцкий. Да. Поэтому у вас есть хорошее здание. Вы пронеплорировали себя Федеральным Арктическим Университетом. Хауге в прошлый раз у вас докладывала мы шеф, вот приезжал к вам премьер-минис. Я помню, я здесь был, но меня не допустили. Там такие заранее списки, знаете. Кстати, не допустили много. Со мной начальник порта стоял, еще там мужики стояли, которые северный морской путь тут обеспечивают, стояли. А кого допустили, вот Маргарита у нас Транснаушит работает директор по развитию, да, а вот она и господин Тюрин ее генеральный менеджер где-то с мая начали биографию спрашивать. Потом одну анкету, вторую, третью. Да надо было сказать нам им записать. Нет, ну как к вам пройдешь, вы помните, мы Артура Чиликарова сдали его ребятами, помощниками, я тоже надо было мне на встречу, потом трудности тут были. Но это уже наши домашние разговоры. САФУ создан, значит он создан. Вам виднее. Мы готовы раз в год, два раза в год с видением западных стран на развитие всех наших практических проектов, сотрудничеств. Мы готовы в рамках северо-морского коридора, если появятся хорошие профессиональные ребята к нашим бизнес-партнерам Аймский Джуди Шиппинг отправлять на практику Та же Маргарита прошла практику в Эстонию. То есть, ну если это есть, ребята, которые хотят этого, если вы не хотите, так мы тут ушли. Другое будет совершенно. Вот еще вопрос. Пожалуйста. Не знаю, говорили нет, вообще видение развития новой земли. Федеральная территория, я не знаю, она мне непонятно совсем, эта новая земля. Фон там по-разному мне докладывают, то фонит, то не очень фонит, он явно рационный фон. Потом там, наверное, все-таки богатые будут ездить на север, уже едят, бедные будут ездить в Египет и в Турцию. Я вам отвечу, там хорошие перспективы для развития туризма. Вот круизный Турин, Архангельская область, это бы очень было здорово, если бы вот эти вот те лайнеры 500 тысяч тут поймите, не поймите, что здесь была бы работа где много. Вот вы упоминаете, вот сейчас опять высылаетесь на Хуртиру, туда вы показывали эти Хурти, вот и но вы знаете, что это убыточное предприятие в Норвегии даже, вы знаете, что это датируется государством и дотация происходит только потому, что это национальные символы. То есть насколько наше государство готово осуществлять такие дотации, насколько готово норвежское государство вкладываться в национальные старости, но сейчас она уволена, насколько я знаю министр местный. И Хурти, Грут, они должны были быть, но не за два дня, я когда написал генеральному директору, ты знаешь, я понимаю, за два дня мы не можем так приявиться на этот форум. Мы много раз обсуждали этот вопрос. Я много раз был в этой стране и всегда с бизнес-проектами, как бизнес-физит, как бизнесмен, пожалуй, даже больше. Конечно, приходилось и как координатор Северноморского и я много раз задавал этот вопрос. Знаете, я слышал о них ответ, что они датируют, субсидируют эти компании, но это, знаете, вот как я в Лукойле, мне Баринов, когда это экс-губернатор Неницкого, экс-губководитель АГД отправлял меня к Неницкому округу, всегда пропорция должна. Мы люди бизнеса, вот приходят ко мне ненцы оленеводы, говорят, дай 10 миллионов я говорю, да, положите, я дам. Миключком мы в чем разошлись? Судно стоило круизное, миллион двести, я говорю, дайте 600 тысяч, и на этом 600 тысяч. Как начинается 600 тысяч с русскими и сразу стоны, вопли, хочется последние деньги дать, займы, но у меня мобильный телефон всегда хуже, чем у многих русских. Машина у меня только уфризафира. Многие могут прикинуться и приехать на таком крутом Мерседесе, ну а потом правила игры, конечно, здесь таковы, может быть, может быть, здесь азиатское направление больше, чем европейское. Давайте уж признаться, что мы с вами в большей мере азиаты, чем европейцы, по всем нашим замашкам и по поведению. Но здесь я хочу сказать, субсидировать правильно подобные породные переправы нужно, потому что все-таки мы же субъекты побеждали с губернатором на выборах. Смотрите, вы, если субсидируете предприятие, вы элементарные вещи, люди получают зарплату, люди платят налоги, демографическая ситуация улучшается, социальные, криминальный уровень снижается. То есть, я-то считаю, здесь ничего плохого нет. Это так и должно быть. Но пропорции субсидирования должны быть четко обозначены. Это паромная ведущая оператор Норвегии, точно, я уверен, не менее 80% своих денег зарабатывает, ну 20% он, возможно, и субсидирует. Теперь вот другой вопрос. Мы сейчас, ну тоже, вот он, Турэг Лидерберг в пятницу улетел, да, мы после с переговорами Орловым были, он пол-Арктика проводил все это обсуждение, мы обсуждали с ними, вот северные территории, как удержать население, как оставить вас, молодежь, здесь, в Мурманске, в Архангельске, в Ненецком округе. Я, вообще, вот налоговый инструмент, его недооценка существует, но знаете, что, чаще всего и Аляска, и Канада, и Швеция, и Финляндия, и Норвегия играют все-таки другими инструментами. В первую очередь, это возможность повышенных стипендий, это датирование энерготарифов, это возможность карьерного роста, косвенная составляющая намного больше, чем налоговая. Вот это для меня некоторое разочарование, и я тоже всю жизнь учусь вот и этой вещи, которые я узнал. То есть, вот вы помните, да, сейчас обсуждали Дальний Восток, наверное, и Север, вот тут нужно. Может быть, мы уберем налог с физических лиц, да, но это все решение так и не было принято. То есть, вот эти вопросы, я вот джентльмена ни одного вопроса не услышал с этого было. Вот эта вот экономическая составляющая субсидирования, она должна быть очень тонкой материи. Не давать производителю на Севере зажиреть. Пока что имеем мы. Пенсия 50 лет оставлена. Девушкам у нас есть ли определенные условия джентльменам 55, но, посмотрите, я делаю опросы здесь постоянно, все больше на Севере становится жить невыгодно. Смотрите, 2% в год мы теряем население в Архангельской области. Это чисто для меня, всех номерских, которые не дают мне этих поручений. Я вижу ситуацию. Северные, северные территории угасают. Ну, давайте, наверное, будем наблюдать за ситуацией дальше. Пока вот с Огельсову, пока все-таки здесь живут профессиональные люди, оптимисты, я надеюсь, которые будут улучшать ситуацию. Пока оптимизма, поводов оптимизма немного. Немного в Архангельской области. Я был бы неправ, если бы я тут что-то начал уважаемой аудитории и коллегам сейчас придумать. Это мое мнение, я его сейчас высказываю, как я считаю его в этом работе. Вот этот проект, я понимаю, что там задействованы очень хорошо работают страны Северной Европы, Союз. А Россия, это в чем ее примечатель? Что она получает от этого проекта? Во-первых, это мальцевская идея. Мы сразу... Что? Как мы начали работать? Путин, тогда премьер, а снова сейчас, тогда президент, сейчас снова президент, скоро вот-вот, приехал в премьер-министру, а это высшее должностное лицо Норвегии, Хелму Магде Бутовику, в 2002 году сказали, давайте создадим такой проект Норвегии и Евросоюза, потому что и Россия, не Евросоюз, и Норвегия, но Норвегия во всех политических институтах Евросоюза участвует, конечно, да? И вот давайте создадим что-то общее, которое будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, создаст рабочие места, порты, условия для развития портов, инвестиций и прочее, будет вести региональные договоры. Вот за это время я, ваш покорный слуга, наверное, с 5-6 года я стал активно работать в проекте, вот этого был только как докладчиком там, с 6-го года, что мы сделали? Региональные договоры подписаны, вот у Архангельского областа здесь с Финнмарком региональный договор, где четко мы в нашей части транспортной инфраструктуры наметили рабочая группа по координации грузопотоков на севере Европы и Архангельской области. Второе, круизное линии Архангельск-Санкт-Петербург, экономика просчитана, провалились, Булгария, сейчас будем думать, значит, что-то надо искать другое. Третье, дание совместного вертолетного предприятия, два Робинсона мы хотим приобрести и далее просчитываем ТО. Беда в чем? Беда в слабой подготовке здесь правительства пока. Очень слабая подготовка, мы не видим ни одного хорошего технико-экономического обоснования, мы не видим окупаемость проекта, мы не видим экономики, и поэтому мы пока совместно участвуем в конференции, мы посетили все порты мы обсуждаем законодательство, мы участвуем в научных работах, мы привлекаем кстати вас с чего все началось, с чего и оказалось. Ну, Ф. Владимир, да, знакомый, ладно, но ректор же не может на всех мероприятиях быть. Мы вот пошли, вот Анастасия, что ваша структура будет вам интересно на всех присутствиях на всех наших мероприятиях совместных по обсуждению развития Архангельского транспортного узла. Поэтому, что Россия будет иметь от этого? Давайте не Россия, здесь мы говорим о северо-западном направлении, Архангельск, Мурманск и Ненинский округ. Что имеют они? На сегодня региональные договоры, которые выполняются, и мы совместно решаем все таможенные законодательные инфраструктурные вопросы. Я буду очень рад, если вслед за нашими рекомендациями, а к нашим рекомендациям очень серьезно прислушиваются, придут крупные компании, в которых вы, возможно, при наличии хороших знаний, поверьте мне, английского языка тоже, если это иностранная компания, будете, получите работу. Вот это то, что мы сегодня можем говорить о северном морском коридоре. Мастерская идея, не удивляйтесь, звучит как-то вроде и не здорово. Ну, так вот звучит. Мы уже и так ушли далеко намного вперед, чем мы полагали сами. Пожалуйста, еще вопросы. А? Никогда. Мы напоминали даже, даже 6,5 миллионов евро выделяет нам Евросоюз. И вот это еще одна слабая составляющая. Здесь мы пытались о миллионе рублей говорить, чисто так, знаете, ну, это в полпресле с Лебаном, он говорил, я вижу там, я так вот скажу, Микричуку сейчас новый человек, вот, ну, там надо через областное региональное собрание, сумма миллион серьезная. Я говорю, рублей, кстати, национальная валюта. Ну, и мы сказали, что, ну, правда, миллион серьезная сумма денег. Ну, вот, лет прошло уже, значит, невидимо, там не получится. Это тоже реальность, с которой мы сталкиваемся. Вам большое спасибо, большое спасибо, большое спасибо и большое спасибо. Удачи. Спасибо.